Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот, поближе-то поднесли. Тут дело, что предыдущее, когда записывали, получилось перерыв с светом. Тут недалеко, прямо на углу, дом загорелся. Ну и, видимо, пожарники отключили электричество. Вот. Ну, Володя сходил там, сфотографировал у них. Они в это время уже дали электрический свет. Так что мы немножко прочитаем, называй, откуда берется. Откровение 11 глава, 3-4 стих. О религии же евреев никто не может сказать, что она возникла в определенный момент истории. Сколько история знает евреев, столько и известно, что они содержат ветхозаветнюю веру во единого Бога Ягве. Священная история повествует, что эту веру принял от самого Бога первый человек Адам. Передал ее своему сыну Сифу и так далее. Эта вера дошла до Авраама. Аврааму дается знак завета с Богом, обрезание. И от него производится богоизбранный еврейский народ. Избранничество еврейского народа даже вне Писания доказывать излишне. В этом можно легко удостовериться через сравнение истории этого народа со всеми другими. При Моисее на Синае Бог заключает свой завет с еврейским народом и учреждает ветхозаветнюю церковь с ее храмом, священством, законом и Писанием. Эта церковь была среди всего человечества хранительницей религиозной истины. Из еврейской церкви рождается христианская церковь. Так что христианство и иудейство единственно достойны соперники в вопросе об обладании религиозной истиной. Иудейство считается христианством назарейской ересью, сектой. Так ли это? Нет. Это доказывается, с одной стороны, фактами бессеменного рождения, воскресения и вознесения Христа, а также перечисленными фактами богоприсутствия в христианской церкви. С другой стороны, само иудейство уже не может претендовать на наименование церковью, ибо не имеет храма, священства и жертвы. Иудейство имеет не церковь, а всего лишь синагогу, школу. Христианство же представляет собой именно церковь с храмом, священством, а не просто школу. Если право иудейство, то не прав Ветхий Завет, говорящий о вечности церкви с ее учреждениями. Ибо с 70-го года от Рождества Христова евреи их не имеют. Послание апостола Павла к евреям объясняет, каким образом Ветхозаветняя церковь претворяется в Новозаветнюю. И учреждение Ветхозаветнее перерастает в Новозаветнее. Так возникает вопрос. Неужели Ветхозаветняя церковь могла заблудиться? Отвечаем. Нет, ибо не может заблудиться церковь, основанная Богом. В церковь есть столб и утверждение истины. 1 Тимофеев 3 глава 15 стих. Но. А. Иудейство после 70-го года не представляет собой церкви. Да и со времени Голгофы завеса в храме уже раздоралась. С этого времени церковью является христианство. Б. Иудейская синагога, хранящая учения Древней Ветхозаветной церкви, в кончину века обратится ко Христу и примет Его. Сердца отцов будут обращены к детям. Таким образом замыкаются концы. Сама синагога и докажет окончательно истину христианства, приняв Христа. Бог, начавший свое попечение над евреями Савураама, победоносно завершит его над остатком Израиля, который спасется. Интересно отметить, что это обращение произойдет не через проповедь христиан из язычников, а через проповедь их же высших пророков. Евреи ждут Илью перед пришествием Мессии. Они не приняли Иоанна Крестителя, пришедшего в духе Ильи. Что ж, Господь пришлет им самого Илью, и он обратит из сердца ко Христу. И второе дело Ильи и Еноха – противодействие всем прелестям Антихриста и поддержка христиан в то страшное время. Это вторая цель их пришествия. Теперь рассмотрим, что конкретно говорится о деятельности этих пророков. Они обличены во вретище. Этим означает, что все тогда живущие достойны сетования и плача. Этим особенно означается проповедь пророков о покаянии, с которой они обратятся тогда к людям, и в особенности к евреям. Облачение во вретище, как нам это напоминает пророков-пустынников, ветхозаветного Илью и Иоанна Притечу, строгих аскетов и подвижников. Таким же будет и последнее пришествие Иноха Ильи. Откровение, 11 глава, 5 стих. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Толкование. Равносильное ранее предлагается и врачевание. Ложным знамениям Антихриста будут противостоять истинные знамения и чудеса этих двух пророков. Много враг потрудится против них, но немало не повредит им. Как некогда, по слову Ильи Пророка, огонь с неба сходил для истребления воинов царя Ахозии, намеревавшихся схватить пророка. 4 царств, 1 глава, 9 по 15 стих. Так и эти пророки будут поражать огнем, пытающихся их обидеть. Это подобно тому, как пророк Илья низвел огонь с неба на горе Кормил. Здесь мы видим, что пророки действуют как посланники Нового Завета, посланные, как овцы среди волков. Матфея, 10 глава, 16 стих. В виде смиренном и уничиженном это говорит о том, что кончилось лето Господне, благоприятное. Луки 4 глава, 19 стих. Сатана развязывается. День страшного суда наступает. С другой стороны, под огнем уст пророков можно разуметь их пламенную проповедь, подобную от той, о которой было сказано пророку Иеремии. Я сделаю слова Мои в устах Твоих огнем, а этот народ дровами, и этот огонь пожрет их. Иеремия, 5 глава, 14 стих. Душа, отвергающая огонь этих слов, погибнет. Откровение, 11 глава, 6 стих. Толкование. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Это подобно тому, как во дни царя Ахава за грех и долопоклонство израильтян. Илья молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Иакова 5 глава 17-18 стих Такой же властью эти пророки и в кончину века будут затворять небо, наказывая тем израильтян и призывая их к покаянию. Власть совершать эти последующие карающие чудеса они будут иметь во дни пророчествования их, то есть 1260 дней или 3,5 года. Как для проповеди Ноя было отмерено 120 лет, бытия 6 глава 3 стих, и для проповеди Ионы 40 дней, Иона 3 глава 4 стих, Так этим двум пророкам для проповеди и совершения знамений дан конкретный промежуток времени. Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Этим эти два пророка уподобляются Моисею, превратившему воду египетские в кровь и поражавшему египетскую землю всякую язвою. Совершать такие чрезвычайные знамения они будут только в особых случаях, но при этом, когда только захотят, они будут совершенно свободно владеть этим даром. Откровение 11 глава 7 стих И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. Толкование И когда кончат они свидетельство свое, когда кончатся 1260 дней, назначенные им Богом для своего служения, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. С окончанием их свидетельства окончится и их чрезвычайная чудотворная сила, и Господь предаст их в руки мучителя. Зверь, выходящий из бездны, кто это? Наименованием зверь, а не животное, особо подчеркивается его кровожадность и свирепость. Это место перекликается и свидениями Иоанна. Откровение 9 глава 11 стих 12 глава 3 стих 13 глава 1 стих 17 глава 8 стих Святые Андрей Кисарийский и Викторин разумеют под этим зверем Антихриста. Можно разуметь и самого дьявола, ибо Антихрист это человек, и придет он не из бездны, а от евреев. В бездну же заключен дьявол с нечистыми духами. Смотрите, Откровение 9 главу 1 стих Оттуда ему належит на краткое время выйти 17 глава Откровения 8 стих И совершить свою последнюю брань Та что в собственном смысле Этот зверь и есть сам дьявол Но явление его будет через Антихриста. Подробнее об этом будет в 13 главе Кончится 3,5 года пророков Начинается 3,5 года дьявола Кладезь бездны отверзлась Клетка открылась Рыкающий лев на свободе 1 Петра 5 глава 8 стих Дьявол через Антихриста выйдет из бездны и сразится с ними Начнется невиданное доселе и последняя брань сатаны с Богом Тьмы со светом, зла с добром И если до сих пор было так, что Всякий рожденный от Бога побеждает мир И сия есть победа, победившая мир Вера наша 1 Иоанна 5 глава 4 стих Но теперь дьявол, сразившись с пророками, победит их Но и теперь он победит не в веру их, а тела, ибо убьет их Так Бог в кончину века попустит дьяволу победу над пророками и верующими Откровение 13 глава 7 стих Но победа эта будет только внешней, фиктивной Безбожники хотят уничтожить всякую религию и внешне добьются этого Будет взят от среды удерживающей теперь 2 Фессаллокийцам 2 глава 7 стих Закрыты будут храмы, но не смолкнут моления в пещерах Так эти два пророка Илья и Енох, не претерпевшие смерти ранее, воспримут ее теперь от Антихриста И пополнят собой славный сон мучеников Ветхозаветные пророки станут христианскими мучениками Откровение 11 глава 8 стих В трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят Толкование Столь велика будет злоба Антихриста против этих двух пророков И столь велико его злорадство от одержанной им победы Что тела убитых будут лишены всякого почитания Они даже не будут положены в гробы Так и останутся лежать на улице на месте убийства Трупы этим подчеркиваются, что победу Антихрист одержал только внешнюю, физическую Умертвил тела Но ничто не смог причинить их душам Ничего не смог противопоставить их свидетельству Произойдет это в городе, который здесь охарактеризован с трех сторон Первое Как великий Второе Духовно называется Содом и Египет Третье Где и Господь наш распят Указания, где и Господь наш распят Однозначно указывают на город Иерусалим Где на Голговском холме был распят Господь пророков И всех нас Иисус Христос Именно город Иерусалим разумели здесь древние толкователи Святые Викторин Ириней Андрей Кисарийский Нет никакого основания под этим городом разуметь иные города Например, Рим или же будто это Имеется ввиду обмерщенная и падшая церковь Здесь надо конкретно разуметь город Иерусалим Антихрист придет против Христа И воцарится там, где распят был Христос Где началось царство Христово Там его начнет свое царство Город блудница Откровение 17 глава, 18 глава Это будет совсем другой город Между Антихристом и Вавилоном будет война Откровение 17 глава, 16-17 стих И ненависть Говорит же, что это город, есть церковь Это вообще кощунство Ибо в ней до дня кончины века царствует только Христос Матфея 28 глава, 20 стих Иерусалим называется здесь великим городом, а не святым Как откровение в 11 главе, 2 стихе Так как будет городом великого нечестивого государства Антихристово Который духовно называется То есть духовно По нравственно-религиозному состоянию Будет подобен Содому и Египту Содом это город греха Разврата и нечестия Египет это образ мира и богопротивления Грех и богопротивление Вот духовная картина Иерусалима при Антихристе И это тем более ужасно Что этот город ведь есть святое святых земли Воистину мерзость запустения на святом месте Даниила 9 глава, 27 стих Матфея 24 глава, 15 стих Город, распявший Христа Убьет и последних пророков Плачет Христос Иерусалим, Иерусалим Избивающий пророков И камнями побивающий посланных тебе Сколько раз хотел я собрать детей твоих Как птица собирает птенцов своих под крылья И вы не захотели Все оставляется вам дом ваш пуст Матфея 23 глава, 37-38 стих Откровение, 11 глава, 9-10 стих И многие из народов И колен, и языков, и племен Будут смотреть на трупы их Три дня с половиной И не позволят положить трупы их Во гробы И живущие на земле будут радоваться сему И веселиться И пошлют дары друг другу Потому что два пророка сии Мучили живущих на земле Толкование Такова будет реакция людей На убийство антихристом Из этого мы видим Сколь велико будет нечестие В то время Соответственно тому Как три с половиной года Было дано пророкам на их служение Так три с половиной дня Трупы их не будут положены во гробы Но так и останутся лежать на улице Для всеобщего нечестивого веселья Все народы будут наслаждаться этим зрелищем Многие, пожалуй, для этого и приедут в Иерусалим К тому же В Иерусалиме Столицы антихристианского государства Конечно же Всегда будут находиться Представители самых разных народов Да и современными средствами телевидения Или что еще К тому времени изобретут Легко сделать всех живущих на земле Участниками этого зрелища Своей проповедью Сопровождаемой великими знамениями Два пророка сии Мучили живущих на земле Не давали беспрепятственно развиваться Нечестью на земле И вот нечестивые будут радоваться сему И веселиться Что убрано это препятствие И уже ничто не мешает им Наслаждаться на земле Всеми утехами ада И творить свои мерзости и беззакония Кабы радостно потирая руки Пошлют дары друг другу Поздравляя друг друга Как книги и сфири Поэтому проводят 14 день месяца Адара веселья И пиршествия Как день праздничный Посылая подарки друг к другу И сфирь 9 глава 19 стих Откровение 11 глава 11 стих Но после трех дней с половиной Вошел в них дух жизни от Бога И они оба встали на ноги свои И великий страх напал на тех Которые смотрели на них Толкование Преждевременно и непродолжительно Была радость нечестивых людей Можно себе представить их ликование И торжество Как наслаждаются они зрелищем Убитых пророков Еще бы Кончились их знамения Не будут они больше мучить Этой его же совесть своим свидетельством Разрушена церковь Убитые пророки Ненавистного Иисуса из Назарета В Иерусалимской храме Восседает всемирный владыка Радуйтесь и веселитесь И вдруг что такое Смех и безумная радость исчезают Сползают улыбки лиц зрителей Искажены страхом и изумлением И великий страх напал на тех Которые смотрели на них Что же случилось Прошло всего три дня с половиной И мертвые пророки Встают вдруг На ноги свои Поднимаются Мир К тому времени Привыкший к самым Фантастическим достижениям Прогресса И знамениям Антихриста Приходит в изумление И ужас В воскресении пророки Вошел в них душ жизни от Бога Слова Иоанна Точно удостоверяют нас Что будет не кажущееся А самое реальное Умершление и воскресение Дух жизни от Бога Сравните Бытие 2 глава 7 стих Который дается человеку При его появлении в этот мир Ожиотворении Плоти духом от Бога Оставил пророков Как и Эклисиаст Говорит Что в смерти человека Дух возвратился к Богу Который дал его Эклисиаст 12 глава 7 стих Так что смерть была Самая настоящая Ибо тело без духа Мертво Иакова 3 глава 26 стих Но вот дух возвращается И пророки ожив Встают на ноги свои И здесь непростое Посещение духом своего тела Но вхождение его в тело И оживотворение тела Реальная смерть И реальное воскресение Будет от чего Прийти в ужас Людям того времени Воскреснут Убитые их руками Но и это еще Не все Откровение 11 глава 12 стих И услышали Неснебок громкий голос Говоривший им Взойдите сюда И они взошли На небо на облаке И смотрели на них Враги их Толкование За воскресением Следует Вознесение Услышали они То есть два пророка Таково чтение Этого текста Вульгаты Есть и иное чтение И я услышал То есть Слышащим Представляется Сам тайно зритель Святой Иоанн Громко звучали Голоса Смея Смея Но отверзается Им небо Небесный голос Зовет их туда В обители Небесного Отца О чудо Дивное И преславное Как сладко Услышать Зайди сюда Если бы В кончину века Господь И нас подобил Услышать эти слова Ибо Ты Господи Создал нас Для себя И не знают Покоя сердца наше Пока Не упокоятся В тебе Блаженный Августин Исповедь Как томится Об этом Душа наша Не это ли Томление Подспудно Двигало Поэтам Пушкиным Когда он писал Схитворение Узник И подобно ему Этого зова На небо Исподобились Два пророка Инох Илья Подобно нашему Господу Они воскресли Только не своей силой Как Господь А Божии Подобно ему Они взошли На небо На облаке Что легче Облака Летающего В синем небе На облаке Восходят они На небо Как некогда Господь Силионской горы И смотрели на них Враги их Отчаянное зрелище Убили их Даже мертвых Позорили на весь мир Радовались И вот Страх и ужас Пророки Воскресли И возносятся Есть Мудрость Народной пословицы Хорошо смеется Тот Кто смеется Последним Следствием Вознесения Пророков Стал не только Страх Объявший Видевший Это врагов Но и целый ряд Катастрофических Явлений Откровение 11 глава 13 стих И в тот же час Произошло Великое Землетрясение И десятая часть Города Пала И погибло При землетрясении Семь тысяч Имен Человеческих И прочие Объяты Брестрахом И воздали Славу Богу Небесному Толкование И в тот же час То есть Немедленно По вознесению Пророков Произошло Великое Землетрясение И Оносказательно Это можно Разуметь Как резкое Изменение Настроения И помыслов Людей Можно и буквально Разуметь Землетрясение Смерть Господа Иисуса Христа Была Сопровождаема Таким же Явлением Но Землетрясение При распятии Христа И это Имеет Совсем Разное Значение Здесь Мы видим Что Десятая часть Города Пала И погибло При землетрясении Семь тысяч Имен Человеческих Десять И семь Обычные Числа Апокалипсиса И вообще Писание Город Здесь имеется ввиду Иерусалим Столица Антихристового Государства Наказания Наведенные на город Даны уже не для исправления А для возмездия За убийство пророков К покаянию Призывали пророки Илья и Иенок Но не послушали их А убили Матфея 23 Глава 34 Теперь Возмездие Землетрясение Разрушило Десятую часть Города И при этом Погибло Семь тысяч Имен Человеческих То есть Семь тысяч Человек Падение Семи тысяч Означает Еще и Падение Привязавшихся Седьмеричному Кругу Времени Этой земной Жизни И не Помышлявших О восьмом Дне Дне Воскресения И начала Будущего Века Таковые Все Погибают И ввергаются В вечные Муки Гиены Смерть Вторую Или же Как говорит Андрей Кисарийский Это Семь тысяч Евреев Поверивших Антихристу Покорившихся Ему И воцаривших Его Часть Евреев Обращенные Ильей И Енохом Спасется А другая Часть Принявшая Антихриста Погибнет Со Взятия Пророков Земли Начинается Время Безраздельного И беспрепятственного Господства Антихриста На земле Но землетрясение Гибель части Столичного Города Показывает Что это И начало Крушения Его Царства Предверие Суда Божия И прочие Объяты были Страхом И воздали Славу Богу Небесному Это Не славословие Бога Покаявшимися Грешниками Покаяния Мы уже Не видим Мы видим Только то Что ужас Происходящих Событий Божественного Возмездия Повергает Седьмого Ангела Откровение Одиннадцатая Глава Пятнадцатый Стих И седьмой Ангел Вострубил И раздались На ними Громкие Голоса Говорящие Царство Мира Содилось Царством Господа Нашего И Христа Его И будет Царствовать Во веки Веков Толкование И седьмой Ангел Вострубил Возвещая Третье И последнее Горе Настившее Вселенную По ангельской Клятве Труба Седьмого Ангела Возвестит Конец Нынешнему Существованию Мира Откровение Десятая Глава Шестой Седьмой Стих В ответ На трубный Глаз Седьмого Ангела Раздались На небе Громкие Голоса Иоанн Слышит Эти Голоса На небе Но Не сообщает Нам Кому Они Принадлежали Лучше Всего Полагать Что это Именно Те Голоса Которые Всегда Слышимы Были У Престола Божия Голоса Четырех Животных Двадцати Четырех Старцев Сонмов Ангелов И Святых Царство мира Где владычество Антихрист Окончилось И Соделось Царством Господа Нашего Бога Отца И Христа Его Сына Божия Это Кончина Века Когда Наконец Окончательно Повергается Древний Змей Сатана И Царство мира Данное ему В последний раз На короткое время Три с половиной года Отымается От него И Переходит К Богу Ко Христу С другой стороны Вспоминается Голгофа Когда Князь мира Сего Изнан был Вон И И Христос Основал Своё Царство На земле Соделав Верующих Него Царями И Священниками Откровение 1 Глава 6 И Будет Царствовать Во веки Веков И Даст Ему Господь Бог Престол Давида Отца Его И Будет Царствовать На дом Яков Во веки И Царство Его Не Будет Конца Луки 1 Глава 32 33 Стих Царство Христово Начатое На Голгофе Победившее И охватившее Свою Вселенную В кончину Века Никогда Не кончится Но будет Во веки Веков Откровение 11 Глава 16 Стих И 24 Старца Сидящие Пред Богом На престолах Своих Пали на лица Свои И поклонились Богу Полкование Этим они выразили свое полное согласие с только что позвучавшими небесными голосами Этим небесная церковь искупленных выражает свое поклонение и восторг перед победившим вселенную Царством Господа Они поклонились Богу Откровение 11 Глава 17 Говоря Благодарю тебя Господи Божий Вседержитель Который и си и был и грядешь Что ты приял Сию твою великую Силу твою великую И воцарился Толкование Добавка Грядешь Взято Из бульгаты Но по мнению многих толкователей Она произвольна И не должна быть Отсутствие слов И грядешь Означает Что Господь уже пришел И не ожидается Больше как грядущий Он пришел И его царство Началось 24 старца Славят Господа За то Что ты приял Силу твою великую И воцарился Силу ту Через которую Господь добился Своего царства И воцарился Сколь велика Должна быть эта сила Чтобы победить Весь Богов Враждебный мир Как Бог Христос Всегда имел эту силу И был царем вселенной Но вот он Как человек Принял силу И воцарился Воспойте Господу Новый песть Ибо он сотворил Чудеса Его одесница И святая мышца Его доставили Ему победу Псалом 97 Первый стих И здесь Как и прежде Речь о воцарении Господа В кончину века А так же Можно разуметь И воцарение Его На Голгофе Откровение 11 глава 18 стих И рассверепели Язычники И пришел Гнев твой И время судить Мертвых И дать Возмездиям Рабам твоим Пророкам И святым И боящимся Имени твоего Малым и великим И погубить Губивших землю Толкование Так здесь Христиане Которые Которые достигли Которые достигли Малым и великим Бытие Нашествиям Неземных Бытие Царство Мира Толкование Толкование И святое Бог Бог еще далек от человека когда умирал на кресте христос то завеса в храме разодралась и новый завет приблизил человека богу но тем не менее и теперь человек еще не вполне близок богу теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно тогда же лицом к лицу 1 кориффинам 13 глава 12 стих то есть настанет время как бы еще другого третьего завета бога с человеком когда будет совершеннейшее единение неба и земли тогда перед человеком отвердится храм божий на небе небо откроет свой лиг земле тогда человек будет стоять перед богом как бы лицом к лицу тогда откроется святым небесные блага угол уготованы им на небе сокровение шея станет явным тогда увидим то чего не видел сейчас глаз услышим то что не услышал что не слышал ухо сердце исполнится того о чем и не помышляла сейчас так и он видит здесь начало вечности открытие вечных благ святым оправданным на страшном суде еще одна таинственная мысль сокрыта здесь по библейской символике ковчег завета означает богородицу скрижали с десятью заповедями это воплощение слова божия они находились в ковчеге так и ныне слово стало плотью в отчереве преснодевы богородица вот ковчег вместивший в себя воплощенное слово христа скрижаль нового завета и вот отверзся храм божий на небе небесной церкви явился ковчег завета то есть матерь божия царица небесной во славе что касается указаний на исторические события то здесь можно усматривать то как со времен император константина великого повсюду открылись храмы божии и всюду водрузился крест и новый завет покорил себе народы и в этом новозаветном храме явилась утерянная ветхозаветном ковчег это явление матери божией в церкви как усердно заступницы и покровительницы рода христианского и как часто случается в апокалипсисе в результате великих событий произошли молнии как угроза судом и голоса и громы как сам суд и землетрясения как перемены вещей мира гибель старого мира и начала нового и великий град грозные последования суда так апокалипсис подошел к описанию кончины века и перехода мира в вечность но далее снова возвращается к описанию событий предыдущих святой викторин предостерегал мы не должны обращать внимание на простой порядок сообщений ибо святой дух дойдя до конца самого последнего времени часто возвращается к тому же самому времени и восполняет все что было раньше что было раньше изложено только отчасти и хотя тайна зритель например повторяет введение часть то что подразумевалось введение к труп это не означает повторение одного факта а только двоякое изложение одного предопределенного события так картина б картина храма явленный яну практически завершается дальше уже все более она будет сливаться с картины а картины небесного престола первое жертвенник бытие 8 глава 20 стих 12 глава 7 стих 22 глава 9 стих 35 глав 17 стих исход 17 глава 15 стих 24 глава 4 стих от адама до моисея первое упоминание о богослужении на жертвеннике в библии в связи с жертвами авеля и каина бытие 4 глава с 3 по 7 стих второе скиния исход левит чисел второзакония от моисея до соломона третье храм соломона царств парлипоминон от соломона до разрушения храма на уходоносором около тысячи до рождества христова 587 год до рождества христова четвертое храм зарываю вели первой ездры от возвращения иудеев из вавилонского плена до иноплеменного царя иудеев и рода храм соломона был разрушен в 587 году до рождества христова зарываю закончил восстановление храма в 515 году до рождества христова храм иродов малахия 3 глава 1 стих евангелия через 500 лет храм зарываю ли начал разрушаться и ветшать его возобновил и увеличил царь иудеев ирод великий начались эти работы в 20-е годы до рождества христова а окончились окончательно в 65 году от рождества христова за пять лет до его разрушения римским полководцем титом в этот храм вошел господь наш иисус христос шестое тело иисуса христа колоссинов 2 глава 9 стих евреям 10 глава 5 стих евреям 19 глава 21 стих евангелие от иоанна 2 глава 19 с 19 по 22 стих храмом божиим было тело рожденной девы марии в этом теле обитала вся полнота божества телесно седьмое церковь она есть храм божий 1 тимофею 3 глава 15 стих 1 коринфянам 3 глава 16 и 17 стих восьмое иерусалимский храм евреев который будет воздвигнут кончину века и в котором восядет антихрист второе фессалоникийцам 2 глава 4 стих и откровение 11 глава 9 небесный храм который составит церковь божия на небе в вечности откровение 11 глава 19 стих если же жертвенник еще не считать храмом а первым домом божиим считать скинию и не различать тело христова и церковь то имеем 7 храмов 1 скиния 2 храм соломона 3 храм зарубевеля 4 храм иродов 5 церковь тела христова 6 иерусалимский храм великой скорби 7 небесный храм а если глубоко вникнуть в суть этих храмов то мы увидим что все они в конце концов является один храм божий люди были изданы из рая и остались вне дома греться у жертвенника потом строится шатер скиния потом дом соломон зарубавил ирод потом сам бог строит себе храм тело свое или церковь последнее и лучшее лучшее жилище храм божий на небе дальше какая глава 12 больше часа будет польза нечто считаем считаем как можем я вот хотел показать наше сокровище все время оставляет 3 томик нового завета с полным толкованием нового завета вот здесь же 240 иллюстрации глюстава даре и 10 классики всего-то глюстава даре 230 это подарочные а в интернете у нас самое большое сокровище это сайт православный библейский сайт и драгоценнейшее наследие 4124 вопрос ответа по 50 55 папок а верху написано православный форма гнатия лапкина вот в него только щелкни и сразу на формы форм 1440 тем а в mail.ru более тысячи роликов тысячи фотографий тоже ответы хорошие туда и это православный видеоканал открытым оком во свете библии просто зарядить игнатий лапкин канал ну и все но есть еще живой журнал вам уже никакой роли не играет он на месте стоит засох и не сообщается ничего не поймешь а вот мой мир это лучшая система в интернете я вот так смотрю живой журнал facebook одноклассики вконтакте все вместе взятая малой толики не стоит как здесь так это его испортили там год назад а год назад было десять тысяч послания я мог послать 12 фотографий до десяти тысяч а сегодня многое убрали здесь но все равно можно как-то терпеть ждать вот для людей послать все это так интересно вот и все поэтому как вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok